Давление нет, просто мысли о том, что где-то там тебя слушают те, кого ты сейчас глаза в глаза не видишь. Товарищ майор все равно будет послушать. Не, ему там ладно, я ему звонил. С утра позвонил, нормально все. Ликбе служим, все. Так, все готовы, да? По-моему, все пришли. Микрофон больше спорта? Я думаю, нет. Слышишь нормально? Слышишь нормально? Сейчас слышу, да. Все, давайте лучше, без микрофона, и все. Громче будем говорить, и все. Да, тем более будет отвлекатель. Александр, бойцаха нету? Иракии, подустали ее пока я не вижу. Да, нет. Два человека. Я слышу, но не сложно рассказать, как он говорит. Это Карина. Каринская? Я, я. Давай несколько перегляд. Давайте. Так, друзья мои, у нас сегодня такой регламент будет. Первый чек, который будет в течение часа, это выступление инициативной группы. По 5-7 минут вы можете задать вопросы. Коротко, ответ коротко. Потом у нас будет кофе-брек, где можете обменяться, друг друга поздороваться, это порядка 25 минут. И мы закончим с вами до 3 часов. Вторая часть будет как раз обсуждение за круглым столом, с отключенными телефонами, где можно мы с вами искренне друг с другом поговорим. Вот такой регламент, рабочий регламент. Настраиваемся на рабочий лад. И очень интересные, экстраординарные мероприятия мы сегодня с вами проводим. Слово к уралу твоего голоса. Добрый день, дорогие современники. По тренду, который мы задали 21 августа в администрации Хабирова, я начну свою речь на одном башкинском языке. А потом уже продолжу на русском. Добрый день, дорогие современники. Добрый день, дорогие современныеnie. Многие современные 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 ингредиенты, которые мы устроим, которые мы не знаем, мы не знаем, который мы знаем. Мы сами знаем, что мы знаем. Потому что в прошлом году мы lickаем. По 1921-е годам, 1826 года, у нас нет проблем, это не украл, но только они не делают с ними. Они украли с ними. В этом республике есть русский язык и дай шифра на русском языке. В этом республике, наша республика, я думаю, для всех очевидно, вошла в зону политической турбулентности. По моему субъективному мнению, это результат неэффективного управления, оттока интеллектуалов, постоянной кадровой ротации и вообще полной неэффективности управленческой вертикали, лоббирование бизнес-интересов крупных бизнес-структур, это, замечу, ущерб жителям республики, полное нефункционирование социальных лифтов, недееспособность вот этих гражданских политических институтов, вот это все привело к полному краку. И самое главное, вот это самое главное, подчеркну, это отсутствие коммуникации, отсутствие взаимодействия власти и народа. Еще раз говорю, это отсутствие взаимодействия власти и народа. Вы все знаете, то, что в последний месяц прошлого года, это август, пришел со своими трендами. Двухдневная битва на Пуштау и фееричная победа народа дала в какой-то мере своеобразный новый толчок к развитию, к началу становления гражданского общества. Но, как мы уже видим, региональная власть не хочет принять вот эту реальность, не хочет признавать вот эту реальность, и она с регулярностью раз в три недели выдает какой-нибудь провокационный момент, какой инферал. Мы все знаем, что у нас было после Пуштау, ну, сам Пуштау, понятно, вот эти события, потом Хромоскаринские события, Кужанские лиственницы, вы все знаете, потом арест Арифата Холматова, даже в Челябинской области, поджог креста Абузянова, силовое задержание вот этих наших ребят по Крымскалам, получается. Силовое задержание наших ребят. Просто, учитывая вот это все, мы должны понимать, то, что вот эта власть, она не хочет отпускать вот эту власть и не хочет признавать вот эту реальность. Зная вот эти все моменты, и по истечении, вот сегодня 16 января, по истечении пяти месяцев, тех дней, я задаюсь вопросом, почему Хамиров до сих пор занимает вот эту власть, пост главы Республики Башкортостан. Почему? Ни он, ни его окружение не понесли ответственность за избеяние граждан. Кто дал команду Росгвардии выступать против народа? Кто? Кто допустил такую вот реальность, где сталкивать лбами спортсменов и эхоактивистов, обычных пенсионеров, жителей Урняка и обычных работяг завода? Почему? Почему? Вот, зная вот это все, мы твердо убеждены, Хабирову Республике не место, его не должно быть в Республике, он должен уйти. Интересы одного человека не могут быть превыше общественно-политической стабильности нашего региона. Мы вот это должны понимать. Дальше вот так продолжаться не может и не должно. Мы это говорили, мы им передавали, сигналы были, но они не хотят. Вот вам один пример. Вообще, эта команда, она заточена только на притене каких-то интриг, на создание провокационных моментов. Вот у них просто не остается времени на управление Республикой, потому что они постоянно занимаются какими-то интригами. Вот вам один пример. 29 декабря, у него пресс-конференция. Что он заявляет? Хабиров заявляет, это видео есть, возможно, все видели. Мы бы хотели, чтобы инвестор, они называют инвестором, по-нашему это олигархи, вернулись на хребет РТТАУ. Давайте вот это все переведем на русский язык. Хабиров нам говорит, мне похорен на ваше мнение, мне похорен на вашу позицию, на позицию тех жителей, тех 4,5 тысяч жителей, которые вышли 20 сентября, Сири Аскаровых, многие из нас там были, вот обзирился и сидят, вот Рустам там был, Абдрозак. 4,5 тысячи жителей вышли. И что нам говорят хабиров? Ну давайте, как бы у нас аналогия же есть уже, в 19-м году. Бесполезно меня ломать, выкручивают руки, вот типа того. Как-то того, это будет Куштал-2. И этого ни в коем случае не надо допускать. Учитывая вот это все, осознавать ответственность за будущее, мы решили создать новое общественно-политическое движение. Это не партия, это не организация, это движение. Без жесткой структуры. Вот это надо понимать сразу. Это новый формат, полностью новый формат. Мы хотим создать ту площадку, единая площадка, где мы все объединимся и определим наш вектор, вектор развития. Эта площадка должна стать той возможностью, где мы будем вырабатывать какие-то решения, что позволит нам создать повестку и выработать новую парадигму развития. Вообще, движение конкретно расскажут мои коллеги, что я хочу добавить. Прошлый год, 20-й год, был сложным, но вот следующий год, но этот год получается. Текущий год будет еще сложнее. Мы вообще не знаем, что нас ожидает. Никто из нас даже предположить не может. Даже те политтехнологи, политологи, они не могут предположить. Динамика социального развития, она вообще непредсказуема. А все абсолютно из нас никто не знает. Завтра у нас возвращается в Россию берлинский пациент. Мы тоже как бы должны учитывать это все. Поэтому для сохранения нашей стороны и для сохранения стабильности вот такое движение оно необходимо. Тот формат, та парадигма, которую мы предлагаем, это обновленный формат взаимодействия власти с народом, основанный на уважении. Пока мы вот этого не достигнем, у нас ничего не получится. Еще раз говорю, обновленный формат взаимодействия власти с народом. Пока вот это мы не достигнем, у нас ничего не получится. А экономических каких-то проектов, программах без выработки такой парадигмы разговаривать бессмысленно. вот у нас вам живой пример это строительство развязки просто извините меня за выражение просто наплевали на мнение жителей вы это все убедите то уфимский 24 мая прошлого года защите одной из организаций которые признали экстремистской в россии я писал что впереди нас всех ждут наикрутейшие политические выражения и пройдут ее достойно только люди близкие по духу потомкам урал батыра и сегодня в зале я вижу таких людей потому что каждый из нас что-то пытается делать возможно не все но большинство из нас пытались оболгать обгаде провоцировать на какие-то моменты создать такое общественное мнение которое сорвало бы доверить нам но несмотря на это мы не предали мы остаемся верны своим принципам и идем вперед я хотел бы мы дальше пошли все вместе если мы каждый из нас каждый из нас искренними намерениями честно самое главное будет надо быть честно перед собой объединимся если мы сможем создать консолидировать наше общество я думаю наши ряды будут пополняться этот день то что мы для себя определили это наш выбор выйти на политический татами для политической борьбы и выиграть ее с этой целью мы создаем новые общественно-политические движения которые мы хотим назвать республика в августе прошлого года на куштал мы говорили кушталу если яся куштал будет жить и мы отстояли куштал сегодня мы говорим башкортостан будет жить башкортостан наглядишься у меня все так друзья не на меня слышно или нет я могу микрофон включить я нигде просто может быть тем попом укрески будет лучше слышно или без микрофона давайте тогда с микрофоном я продолжу тему которую который затронул урал это это доверие которого на сегодняшний день в гостях нет я думаю что мы долго будем с вами кончаться я предприниматель и и в частности и вообще насколько это важно для экономики казалось что доверие это такая нематериальная субстанция может ли она вообще влиять на экономику страны и республики в частности оказывается можно может влиять мало того экономистами это уже доказано каждый экономист знает что показать их доверие влияет на экономический рост любой страны например французские экономисты доказали что французские экономисты доказали что рост доверия всего лишь на 10 процентов пункта ведет к росту внутреннего лапового дохода на душу населения на 13,1 процента только вдумайтесь всего 10 процентов увеличится доверие государственной массы и экономика пойдет в рост есть ли у нас это доверие и этот показатель в России какой сейчас у нас но как видите что в России по уровню развития мы стоим на последних местах конечно есть объективные причины отсутствия доверия государственной власти это и развод Советского Союза это реки 90-е это коррупция которая как и она ввела всю вертикаль власти сегодняшняя непосредственность экономической политики падение доходов населения начиная с 13-го года и это падение продолжается несмотря на то что у нас же РУСТА пытается там разными методами показать что доходы растут но реально располагаемые доходы населения падают все это конечно нас не радует и цифры говорят так вот это как раз то слайд которым я говорю что могли бы увеличить рост на 12 процентов следующий слайд по исследованиям 20-го года которое охватывает 26 стран России государства с самым низким уровнем совокупного уровня доверия ни для государства бизнесу или государственной организации кроме всего прочего 20-й год был самым провальным для России потому что за последние 15 лет мы достигли практически дна и занимаем классы 61-е место после 61-е место из 68 по показателям по инфекцию доверия потребительского доверия которое складывается из трех компонентов а пятерку можно переключить там как-то дальше да вот этот шестой слайд оставь пожалуйста России традиционно уже много лет не доверяют судам вообще россияне считают что если бы судьи просто бы подбрасывали монетку решение бы его более справедливо там наверху кто не знает там монетку положить наши суда не знают недоверие городским властям полиции прокуратура и здравоохранения 52 процента опрошены говорят о том что они бы предпочли умереть на процессе самолечения но не пошли бы в больнице если там нет своих врачей может быть поэтому и наша вакцинация проваливается на сегодняшний день недоверяемой нашей медицине следующее с вами что творится над бивностью такая же ситуация 29 процентов опрошенных гостьян готовы заниматься бизнесом но из этих 29 процентов до бизнеса до дела дошло только 3 процента 45 процентов бизнесменов сегодняшних предпринимателей не доверяют государственной власти вообще вот такая ситуация а может быть у нас в республике другая ситуация может быть мы за рядом собираемся вот ведь следующий может быть у нас это все шоколад либо шкарбастан это улазит улазит политическая стабильность экономического роста и благосостояния граждан а в сентябре 2019 года по первому был подписан указ он называется астропедические направления социально-экономического развития республики Башкортостан до 24 года вам наверное не очень видно но я хотела бы прочитать и чтобы вы думали слова которые находятся в преамуле этого документа этот указ был принят в целях повышения благосостояния и создания комфортных условий для самореализации вот это мне нравится для каждого жителя Башкортостана вот это мне тоже нравится рост национального богатства и достижение высокого уровня в целесоспособности регионов в 24 году нам предстоит с вами отправлять юбилей 450 лет нашей Советы если кто смотрел проект этого празднования а он был составлен Московским центром урбанистики это замечательный проект это просто фантастический если кому интересно зайдите на мою страничку там он есть это просто из области фантастики я задаюсь вопросом а сможет ли наше правительство сегодняшнее региональное правительство вот это направление реализовать и встретить 450 лет города Уфы вот так как там написано как написано вот здесь мы решили провести свое исследование мы решили провести свое исследование и сделали опрос ВК это было последние числа декабря мы задали вопрос пользователям ВК кому вы доверяете больше проекты России проекты в Казахстане муниципальной власти суд никому из вышеперечисленных кстати проверьте сейчас кто не не участвовал в вопросе ответим на этот вопрос сами себе сейчас как вы думаете какой из этих показателей набрал наивысший бал эх не получилось у меня вас поплавить интрига не получилось да вот такие представляете 13 тысяч было просмотров из которых примерно 8 процентов участвовали в голосовании не знаю можно ли это считать активностью у населения сегодняшнего СНР социология но правительство России доверяет 6 процентов пользователей правительство республики в 2 раза меньше 3 процента муниципальная власть 1 процент суду как ни страны 2 и никому из вышеперечисленных 88 процентов печально да получается то есть то о чем мы говорим что нет сегодняшнего доверия властям не только в России а в республике но может быть наш глава все таки имеет доверие народа ведь интересная ситуация складывается у нас в России несмотря на то что россияне не доверяют большинство институтов власти рейтинг президента Владимира Владимировича Путина остается довольно высокий 59 процентов по опросу общественного мнения что же у нас в республике вот прошел опрос опять же 31 декабря двадцатого года был задан вопрос вот и он этим товарищем какого лаппыла до предупреждения в отставку 37 процентов согласились с тем что да и только 23 процента выступают за таблиру конечно вы можете сказать что опрос ВК не не но соглашусь может быть с какой-то натяжкой все таки наверное не совсем объективно тем не менее я на сегодня считаю что пользователи ВК это объективная аудитория поскольку другие соцсети оставляют желать лучшего ну скажем одноклассники там сидят ну пенсионеры и обсуждать свои прошлые заслуги Facebook на сегодняшний день стал настолько политизированным что ломы или лица общественного мнения нас настолько уже перестают выражать мнение общества а выражают только мнение определенных лиц это кстати очень ярко было проявлено в дни Мушталу когда многие ломы и многие блогеры которых я когда-то читала с удовольствием выступили на стороне можно овощи можно таскать вот в такой печальной обстановке мы с вами сдуваем 21 год который по моему мнению будет решающим определяющим на следующее десятилетие то что же делаем я не знаю как вы я чувствую свою личную ответственность за все что на сегодняшний день происходит у нас в стране я сейчас обращаюсь особенно к тем людям которым до 40 до 50 лет это с нашего молчаливого согласия в 91 году мы позволили раздерпанить нашу Россию раздать наше природное богатство олигархам да мы были наивны да мы хотели взять свободу и каком-нибудь лице он говорит берите свободу сколько сможете проглотить кто-то ее проглотил так что сейчас стоит очень высоко наверху и совершенно не знает о том что происходит внизу я считаю что я лично несу ответственность за это и поэтому я сегодня не знаю здесь кстати кстати говоря один момент запустило более глубокие исследования по поводу доверия были проведены выдающимся экономистом нашим Александром Аузалом Азуаном который является диканом экономического государства МГУ так вот по его данным там конечно перечень более глубокий да там уже исследовалось доверие в кармии религии в церкви в полиции и в том числе в партии так вот как вы думаете партии где вот в этой таблице о рамках в самом низу народ не доверяет не только государственной власти но и соответствует тем партиям которые сегодня в 21 году пойдут на выборы в Госдумы но хотела бы закончить вот этим слайдом следующим вот такая картина масла как говорил Давыд Маркович вот такая картина масла а у стругацких в романе трудно быть богом есть очень хорошая фраза когда у власти стоят серые власти приходят черные мы должны этого с вами допустить поэтому я здесь спасибо а а а а а а так можно отключать миша 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 так с микрофоном без микрофона в принципе я хотел добавить давайте я без микрофона у меня три слова буквально михаил расчиков просто можно назвать активистом сегодня я здесь пришел считаю что я тоже несу ответственность за все это то что происходит вокруг меня моем доме в моей семье нашей республики цели я думаю я считаю что основной целью организации общественно-политического движения на данный момент является формирование площадки платформы на которую мы сможем объективно совместно вести диалог и принимать необходимые решения для достижения поставленных целей об обратите внимание вот только закончился 2020 год согласно статистике это был самый худший год за последние 30 лет чем это связано у нас ежегодно ну за последний год особенно тенденция с пандемией которая не прекращается падение социально-экономического уровня общества в связи с этим напряжение социальное экономическое которое вряд ли в ближайшее время спадет что нам нужно сделать точно пока не знаю поэтому мы все здесь собрались и выносим этот вопрос на обсуждение в следующей части но я могу предположить что будет вот прям ближайшая как обычно мы с экранов телевизоров увидим счастливые лица людей которые будут благотворить представителей нашей власти и говорить что у нас все хорошо все прекрасно давайте ребята еще чуть-чуть потерпите это вот эти наши волшебные слова которые я уже больше 20 лет слышу да и ну глубоко с этим согласен надоело терпеть и надоело слышать вот эти все обещания поэтому все в наших руках друзья как мы будем что мы будем делать как а власть нас слышит она нас слышит видит она знает про нас все что нужно да ну ощущение возникает что они ничего не хотят менять им это выгодно по крайней мере это мое субъективное мнение на данный момент спасибо дальше мы передаем стол так герман добрый день я тот человек который отказался работать с командой камера у него сработает пока вы хочу поблагодарить урава за то что просто машину я убедил в наобности необходимости этого самого движения я после ухода с работы не планировал заниматься общественной деятельностью но как видите я тоже сегодня здесь и тоже хочу сказать пару слов о движении движение будет деятельное движение будет осуществляться совершенно прозрачным путем оно будет открытым в ней может участвовать любой человек вне зависимости от национальности вероисповедания и географического местоположения мы готовы выслушать каждого и постараемся помочь каждому деятельность будет вестись посредством не деятельности а расчисляться информационной деятельности посредством телеграм-канала открытых и и ютуб-канал и в открытии которого мы с Уралом уже заявляли по некоторым причинам мы немножко приостановили эту работу как раз подготовка к этой презентации подготовка к открытию движения но с этого года с этого момента даю слово будем работать лучше почаще будем развивать это все почему это надо потому что мы все понимаем что в данный момент информация может являться очень опасным оружием при неправильном восприятии при неправильном при неправильном при неправильной подаче можно привести несколько примеров но самый яркий пример это когда некоторые чиновники с меркантильными интересами своими при использовании государственных СМИ пытались превратить национальный народный то есть протест национальный и религиозный но у них это не удалось я думаю и большинство здесь во всех случаях были на куштовые сами также можно вспомнить конфликт в Тарнаскалах казалось бы обычный бытовой конфликт но опять-таки чуть не перерос в межнациональный конфликт там информация насколько нам известно она ребятам пришла из телеграм-каналов неизвестных анонимных вот нам надо с этим бороться и вести свою деятельность открыто открыто без этих анонимных телеграм-каналов анонимных источников также последний скандал я хочу вспомнить по поводу непристойных картин художницы ухимской армии кто-то с ума народ на все это бурно реагирует и ставит себя еще более неудобное мы должны пресекать вот такие моменты еще раз говорю информация является очень опасным оружием и кому-то выгоден нестабильный регион именно в национальном плане тестабилизации надо добиться нам надо вычислить этих людей и вывести на чистую воду приглашаю всех участвовать в этой работе комментировать критиковать свои темы предлагать мы будем рады сотрудничеству спасибо дальше у нас должен выступить у меня возложена обязанность доложить оцелевые задачи позади с собой передовая ренат экономист работал в академии наук ученый так скажем поэтому ему самое ответственное работа именно в этом ключе начну все-таки серьезные простой вещи не с нас она закончится однозначно просто какое участие мы во всех процессах готовы и хотели повлиять поэтому начну со своей точки зрения общего к частному трансляцию и иностранные исследования отмечали что процесс глобализации имеет полнообразный характер самая глобализация была в начале прошлого века накануне первый мировой был югик но сейчас мы шли по тенденции скажем деглобализации пандемия о которой говорят она только ускорила эти процессы неизбежные что там что там что там что там что там да давайте да так вот так будет проще просто секундочку прошу да в принципе кому интересный текст так вот с этой точки зрения в ближайшие 5-7 лет по оценкам в первую очередь иностранных и отечных специалистов нас ждут процессы деглобализации а это означает что мир будет распадаться на макрорегионы каждый макрорегион будет пытаться тянуть обеяло на себя то есть так скажем после интенсивной глобализации разделиться и каждый будет твориться в собственном соку вопрос в том с чем мы подошли сюда мы видим что если оценивать это сквозь как раз таки например того же это можно сказать что стадия старения с переходом к стадии смерти по жизни двигаться когда нас интересует не увеличение материального производства в системе а собственно говоря прибыль и собственно отдельных далее сокращение численности молодежи примерно до 16-14 процентов в ближайшем несколько лет суммарный коэффициент рождаемости 1,4 1,6 то есть мы даже не воспроизводимся при условной 2,15 и с точки зрения если точно терминах это политическая общественная структура так называемая вертикаль в жизни человечества это тоже ничего нового из себя не представляет потому что и учеными от политики и экологии это все давно описано например возьмем теорему правил экологии 24-й год учебник где точно так же люди рассуждают как о жестких системах так и о автографических политических общественных структурах и в принципе мы видим что с этой точки зрения так как если бесконечно русский является фетишем то та громадина которая в итоге образуется все большое в природе оно не так скажем не жизнеспособно на длительных интервалов времени соответственно прогрессивная часть человечества всегда стремилась к тому чтобы эти процессы были уравновешены то есть знаменитые системы сдержек и противовесов и тому подобное но к сожалению у себя на родине мы вырастили в этом смысле некого политического гиганта республика естественно у нас является просто отражением тех процессов которые происходят в целом в стране как административные и как мы заметили просто чуть раньше чем в некоторых регионах у нас учились и куштавы и прочие события которые во всей тенденциях которые и так бы происходили позволили нам кристаллизовать некоторые мысли в собственных головах задуматься о тех процессах о том почему это все приведет то есть если любые вот такие нежелезнеспособные гиганты рано или поздно рушится если нет системы самоподдержания то нам уже давно поразовываться об этом переходим к следующему слайду ну так как к этому всему относиться как я уже говорил что через 5-7 лет человечество вспомнит о том что глобализация это здорово и просто за это время за вот этот условный период нам было необходимо ответить на следующие вопросы кто станет следующим лидером глобализации ну естественно тот кто раньше преодолеет свои собственные внутренние противоречия то есть так было всегда в истории та страна тот момент который раньше других разбирался с конкуренцией мог бы улучшать производительность системы но в США и мировой войны ну ускорю рассказ не будем до деталей опускаться ну и кто станет лидером решения российских проблем и выхода из политического кризиса здесь уже наступает практика критерий истины если мы считаем что Пуштау случился ну как явление просто как явление общественно политической жизни страны республики если это был процесс зарождения гражданского общества то у префекта Пуштау есть перспектива и есть возможность выйти на какое-то позитивное созидательное вылиться в позитивное созидательное русло если это было случайно если это было ну как было разовое событие то собственно говоря возможно следующей конференции даже у нас не будет но с этой точки зрения исходя из того что все-таки Куштау в республике скучился мы даем ответ следующий кто же будет лидером то мы считаем что мы жители республики и с этой точки зрения только в рамках как мы говорили что жестких структур не планируем строить чтобы не идти тем же путем который мы ошибочным путем как мы считаем которым шли наши предыдущие товарищи что мы предлагаем к обсуждению естественно стратегическая цель это гармоничное развитие каждого жителя нашей республики это та цель которую каждый человек преследует просто вопрос что получается на практике и стратегических целей чтобы мы предложили сейчас на текущий момент это временное объединение независимых политиков общественников о чем мы говорили смысл прост так как мы увидим в пункте 3 есть участие в избирательных компаниях любые проекты точнее любые процессы которые человек порождает все-таки желательно ограничить по времени поэтому мы говорим что мы не будем расти временно вот тактические задачи которые во второй части мероприятия необходимо судить далее повышение уровня политической грамотности ну это и часть докладов которые уже прозвучали и оценки политологов политтехнологов о событиях которые у нас в республике происходят это все должны знать и понимать учиться разбираться в этом по сути все экономически активные как минимум граждане и граждане наделенные избирательным правом далее третье это участие в избирательных кампаниях с этой точки зрения ну подробнее потом обсудим но мы считаем что в двадцать первом двадцать третьем году у республики есть шанс начать как раз вот изменения потому что с первого раза все ничего не получится не надо испытывать иллюзии на второй третий цикл у нас может начать что-то получаться в плане стабилизации политической системы деполитизация образовательной системы мы считаем что с этой точки зрения надо предложить в обществу вернуть учителю статус учителя и отделить любые избирательные процедуры образовательных учреждений то есть с этой точки зрения покороче сформулировать в общем учитель у нас есть суд 50 однажды вы выходите в подъезд и обнаруживаете в почтовом ящике письмо компьютер вас случайным образом и приглашает вас на ангетирование вот мы считаем что в избирательной системе должно быть то же самое то есть абсолютно рандомным образом лица которые наделены избирательным правом приглашаются стать участниками избирательной комиссии им это все дело оплачивается так же как и в случае судом висяжных если человек пишет заявление и с этой точки зрения ничего сложного условно два три места методички о том как считать как наблюдать и объективность наблюдения мы это потом обсудим да вот главное отделить учителей ну собственно говоря очень многие лица после выборов в интернете не только высказывают очень много претензий к нашим несчастным учителям мы считаем что нужно избавить от этого далее деполитизация исполнительной власти местного самоуправления с этой точки зрения предлагаю взглянуть на карту что значит в этом смысле деполитизация золотистым цветом отмечены города и районы в которых на сентябре 2020 года главы замглав или секретарей совета являлись членами единой россии в республике как мы видим с этой точки зрения получается так как они все являются муниципальными служащими они получают зарплату и одновременно являются руководителями ячеек этой партии на наш взгляд это неправильно поэтому действующее законодательство нужно внести мнение а именно просто вычеркнуть оттуда несколько слов которые разрешают управленцам тем более высшей категории являться одновременно руководителями партийных ячеек то есть мы считаем что государственное управление и муниципальное управление должны быть отделены от всей этой политической составляющей нашей жизни иначе мы действительно видим что кроме тех денег которые получает партия за счет из бюджета мы собственно говоря с наших налогов также содержим эту политическую структуру новые запросы еще не выполнен мы только назначили но вот это сентября двадцатого года вряд ли что-то серьезно изменилось на текущий момент но мы проверим и в этом смысле больной вопрос который очень дискуссионный в том числе выборность глав и тому подобное мы все это предлагаем обсуждать если мы развиваем НСУ в рамках 131 который позволяет много чего сделать на местном уровне то таким образом как мы видим возможно некоторая в кавычках пересборка политической и социально-экономической системы республики за счет смещения акцентов как минимум как минимум на нескольких примерах мы знаем что во всем мире отношение к их голове по крайней мере тяжело было найти человека который поддерживал но к сожалению приходится не можем там японцев кого-то привести вот есть в республике такие случаи есть глава Ишибайского района который тоже получает в соответствии с этой картой он является одним из выгодоприобретателей вот собственно говоря вот такие предварительно для обсуждения тактические цели мы выносим и не знаю сейчас будем обсуждать как у нас с регламентом на второй части если есть короткие вопросы будем надо сразу добрый день вопросов много у всех у нас я думаю да будет еще вторая часть я думаю я просто задал вопрос у него можно не отвечать но у него придется ответить во второй части и не обсудить отвечать не обязательно соответствует нет по поводу участия в 2021 году у нас две компании госдума и футбольного в каком участии да он там да все у меня покажут еще есть вопросы в этой организации будут какие-то политические партии входить да входить мы на счет этого думали то то что они захотят коммунизм захотят за хотя они захотят допустим я председалась нет не смотри вот скорее всего где у нас избирательной компанией скорее всего там у нас по есть какой-то разоб потому что если вы хотели участвовать в этом вы будете участвовать через ссылка а вот езAN локальные вот эти проблемы которые надо решить именно в вашем районе надо решить мы можем объединиться для этого независимо от ваших измов там политических убеждений можем же вот и все вот и для решили каких-то локальных проблем мы объединяемся например если например вот пункт 3 вы не хотите участвовать в этом движении мы как бы не можем вас как бы за уже притянуть так это будет неестественно это вот искусственно насчет объединения если на выборы как сказать смотрите эти люди партии и движение друг от друга отличаться тем что в движении человек вступает на эмоционально солидарной основе по мотивации которая объединяет всех общей ценности а партия с целью гармонизации и улучшения и комфортности жизни а партия это инструмент достижения политической власти вот и все когда вы будете достигать политическую власть мы вам будем помогать себя проявляться как след активной нашего движения давайте во вторую часть я точно могу еще сразу тоже вопрос задам ведь будут говорить некоторые товарищи как так получится что секретарем если не может быть человек из мсу то получится что есть некая политическая сила у нас есть предложение как и это урана висит задача это не цель это просто андрей сергеевич у нас у тебя видео сказал то что это первая цель это не цель это задача вообще цель это преобразовать всю политическую систему друзья вот мы сейчас находимся в таком длигольном зародышевом состоянии да и опускать те великие задачи гормонизации на урен отдельные личности который к нам свалился из Красногорска у меня к хабиру очень много притензий очень много личных но не надо о нем говорить потому что самая страшная власть это та на которую народ смеется пока он как волевой решительный достаточно грамотный человек во главе с малькой власти будет у нас такая очень дискуссионная я понимаю я понимаю да давайте не замыкали я буду против вот ребята здесь есть которые были за хамитова хамитова ну и все отставили хамитова концепцию во главе должна быть когда им слово правдоговорителю типа русского района как он сам себя называет правдоговорителю правдоговорителю общественным деятелем из-за чекмагушского района алло 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 нет да у тебя так голос сильный да давай 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 меня зовут Руслан Нурдинов я общественный деятель из Чекмагуша вынужденный общественный деятель когда-то мне показалось что в моем районе должен быть нормальный депутат я бы хотел проголосовать за такого кандидата но таких кандидатов не нашлось мне пришлось идти на выборы самому дважды но с тех пор я занимаюсь уже не только общественной наверное и политической деятельностью вот и один из защитников курштал тоже у меня тысячу слов в голове я очень эмоциональный человек это слова негодования наверное от всего того что происходит вокруг от того что происходит в моем районе в республике в стране я боюсь что все это свяжется в какую-то то есть сложится в какую-то несвязанную речь поэтому я зачитаю один текст меня урал попросил свое видение вот этого движения что я как вижу записать и у меня получилось некое обращение не к вам а к жителям наверное республики с вашего позволения просто его зачитаю можно заснять потому что я у себя тоже выложу я хотел чтобы это весь башкортостан услышал жители башкортостана башкирии и те кто по каким-либо причинам покинул родину но продолжает любить ее издалека желает ей добра и процветания к вам обращаемся наша страна а вместе с ней республика переживают тяжелые времена люди которым когда-то было поручено управление государством во благо народа во имя народа присвоили данную на определенный срок власть и не оставляет попыток окончательно тот самый народ проработить свои желания и амбиции они ставят выше закона и переписывают его прямо сейчас под себя как хотят воспользовавшись нашим молчанием однажды они возводят его в норму лишая нас свободы мысли слова собраний честных выборов справедливого суда как при самых отвратительных авторитарных режимах живя формально в демократической стране мы не можем себе позволить нынче такую роскошь как особое мнение если оно не согласно с курсом правящей партии высказывая его вслух каждый рискует благополучием не только своим но и своих близких здоровьем а иногда и жизнью используя разнообразие наших культурных традиций языков вероисповеданий они разделяют нас побеждают и потому властвуют но однажды победили мы в битве под куштал объединившись мы не только дали им отпор но нанесли сокрушительное поражение это событие уже вошло в историю как героический подвиг народов республики сделала нас сильнее и посеяла в сердцах надежду на светлое будущее жители башкортостана башкирии и те кто по каким-либо причинам покинул родину но продолжает любить ее издалека к вам обращаемся с призывом объединиться в политической борьбе за свои права за свободу мысли слова собраний за честные свободные выборы за справедливый суд за светлое будущее всех народов башкортостана республика ждет вижу ли я себя в движении за свободу за права человека за демократические ценности да я себя в этом движении вижу и призываю всех разумных существ нашей республики к нему присоединиться спасибо давайте раз у нас кофе брейку да познакомимся там побежи и развивать спасаем колхозом потом продолжим уже исключен информации ладно хорошо сколько минут 20 минут 20 минут